Ну что, мороз и солнце, день чудесный, но я заболела. Сегодня у нас понедельник, 25 ноября. Я иду с работы, с обеда просилась, потому что я так усердно лечила ребенка на выходных, что в итоге заболела сама. Ходила сегодня везде маски, чтобы не заразить никого, потому что, видимо, это какой-то вирус, раз я так быстро заразилась от ребенка. Ребенок вот-таки тоже на больничном остался. Это вот у нас на обоих с ним на пару горло болит, кашель, сопли, ну, в общем, все как положено. Я уже не пошла сегодня к врачу, потому что, думаю, если я пойду, то это надолго меня упекут на больничный, а мне никак сейчас болеть нельзя, конец месяца. Ой, всякие графики отпусков, материальный отчет и тому подобное. Поэтому, в общем, я завтра отпустилась один день, я буду лечиться усердно. Сейчас накуплю лимона, зайду в аптеку, куплю всяких лекарств и буду лечиться. Хотя погодка сегодня просто шикарная. Солнышко светит, ветра вообще нет. Утром было минус 10, но сейчас, наверное, на нулю охотится потепляло. Там пока я побольше всего не люблю, у меня сразу же начинает отсутствовать нюх и вкус. Сейчас все ешь вообще как трава, вообще не чувствуешь вкусов, у меня забышься объездить. А мне сейчас курьер должен привезти посылочку в цифраше. Кстати, всеми новогодними лимитками и новыми духами. Вот, будет обидно, конечно, я сейчас вообще ничего не услышу. Полюбуюсь на баночке и все. Запах вообще не чувствую, совершенно просто. Кто знает, как можно быстро восстановить обоняние. Кто знает, напишите. Я на право рожданной. Напилась таблеток, всяких сиропов против вирусных. И сейчас буду делать ингаляцию мирамистина. Я уже приготовила ингалятор. Ребенок тоже кашляет, а мы с ним на пару. И пока я шла, встретила курьера как раз. И он мне передал посылочку в цифраше. И сейчас еще Коля пошел за посылочкой с Айхерба. У меня там тоже маленький был заказик. Только добрался до меня, кстати, в этот раз как-то долго шел. Наверное, почти три недели. И голова ужасно раскалывается. Я сейчас, наверное, пойду посплю. Сделаю ингаляцию и пойду посплю. А потом уже, наверное, вам покажу, что же я заказала в Айхербе. И в Айхербе. Надеюсь, вам будет интересно. Так, покажу две посылочки, которые к Апне пришли сегодня. Это у меня одна от Айхерба. В боксборе вот только муж получил. И вторая от Айхерба, которая пришла мне вчера курьером. Вчера я тогда не добралась. Ладно, начну с Айхерба. Здесь было совсем немножко. Я его делала, этот заказ, из-за железа. Как я вам говорила, мне прописали железо. Я тот уже выпила, который мне нужен был. И мне многие написали, девочек, закажи железо на Айхербе. Я решила выбрать вот такой вот от бренда 21 Century. На него очень хорошие отзывы. Здесь аж 120 таблеток. Я думаю, что хватит ненадолго. И благодаря этому ферритин и зелёка у меня в организме повысятся. Взяла также знаменитую гликолевую масочку от Andalou Nature с тыквой. Да, уже давно лежала у меня в хотелках. Наслышанная была про неё. На неё тоже была скидка хорошая. И обошлась она мне что-то чуть больше 600 рублей. Обычно она стоит 700-800. Вот, поэтому буду пробовать. Хотела её как раз заказать. Также, когда всегда делаю заказ на Айхербе, беру вот этот сироп агавы. Очень приятный, вкусный. Именно вот этот светлый. Мне больше всего понравился. По вкусу как нёд, но намного более полезный. И последнее, что у меня здесь было, это Индол Трикарбинол. Я его беру для восстановления цикла. Но у меня сейчас, слава богу, он и сам хорошо всё восстановился. Но у кого есть проблемы с этим, у кого есть мастопатии различные, миомы, вот это средство просто отлично подходит для этого. И оно круто восстанавливает цикл месячный. Поэтому, девочки, почитайте отзывы про него на сайте. Он действительно многим помог. Я его тоже уже брала. Это моя вторая баночка. Он очень хорошо помог мне восстановить цикл. Поэтому могу посоветовать вам. Так, это что касается Айхерба. Здесь было, получается, всего 4 продукта. И фраше. Долго думала я, заказывать или нет. Но так как я всегда беру новогодние лимитки, в этом году тоже не могла пройти мимо. Но делала даже больше не из-за новогодних лимиток. А из-за ароматов, которые у них появились, ну, конечно, я не могла пройти мимо и лимиток тоже. Значит, вот это вот органа и роза. Наслышана про неё, про этот чудесный аромат. Оформление, конечно, очень приятное. Такое красивое. Золотистое. И запах тоже, конечно, такой органовый, восточно, с розовыми нотками. Мне понравился тоже. Многие его хвалили. Так. Из новогодней лимитки взяла вот такое вот мыло жидкое. Я думаю, мыло жидкое у нас всё равно уйдёт по-любому. Поэтому решила взять его. Ну, конечно, оформление очень приятное. Но пока аромат ещё не нюхала. Так. И взяла такой гель для душа. Всё потестирую. И потом, конечно, сниму видео. В подарок шло вот такое масло кокосовое для тела. Я так поняла, это увлажняющее масло. Да. Его можно использовать просто как увлажнитель. Но у меня есть из этого серия как раз сейчас масло для душа. Я им использую. Мне запах нравится, приятный. Вот это тоже шёл в подарок. Крем для рук. Растительный уход. Возможно, положу его на подарочки. Также взяла вот такой ещё из органового серии. Взяла вот кремыш. Кремышек для рук. Он, конечно, совсем маленький. И стоил не очень бюджетно. Но в комплекте их было брать дешевле. Ну, и, конечно, собственно, ароматы. Там была акция. Берёшь три аромата. Вот. И они стоили 1660, по-моему, или что-то так. Я взяла, долго думала, какие выбирать. Я вообще хотела сначала ничего не брать из этой серии. Но зашла к нам в фраше. Потестировала несколько ароматов. Они мне так понравились. Я потом долго вспоминала, какие именно я тестировала. Но брала, в общем, по ноткам, по отзывам. Решила взять вот такой вот тропический один. Один цветочный и один более восточный. То есть три разных. И также в подарок шли ещё различные пробнички таких же ароматов. И вот такие миниатюрки. Кстати, у меня совсем другие как раз гарден пати. То есть не то, что я выбрала. Три было пробничка. Их выбрать нельзя было. Они шли рандомно. Как раз у меня все практически ароматы, которые я хотела, теперь будут. Такая вот была красная посылочка от Ифрашен. Так, ну и немножко о пустых баночках. Закончились у меня два средства от Неве. Первая это двухфаска вот такая вот для снятия макияжа с глаз. Она была такого яркого василькового цвета. И какой-то экстракт василька она и содержит. Её надо было смешивать. Отличная вещь. Я её, по-моему, покупала на море, когда мы отдыхали. Она отлично справляется со стойким макияжем, со стойкими матами и помадами. И совершенно не щипит глаза. Очень мне понравилась. Классная эта фаска. Вот такой гель для душа, который совсем недавно мне прислали. Это была свежесть пиона. Новинка. Хороший натуральный аромат пиона. Совершенно не химический. Вот тут он удался им аромат. Хорошо пенился и сушил кожу. Мне понравился. Хороший гель для душа. Пилинг для кожи головы от О'Кей Бьюти. Обалденная вещь. Я в него просто влюблена. Он делал волосы настолько блестящими. Продлевал свежесть. В общем, если бы была возможность, я бы его повторила. Но стоит он, к сожалению, вообще не бюджетно. Был бы такой аналог в масс-маркете. Я бы с удовольствием его приобрела. Потому что он действительно видно, как работает. Волосы блестящие-блестящие. После него крутой вообще. Вот такой вот спрей от О'Ми Леди. Против выпадения. Вообще ни о чем. Маленький объем. Я его использовала и не поняла, работа мы вообще или нет. Пробник какой-то. Средства для мытья посуды от Домфа Берлика. Пиро регулярно. Очень их люблю. Это был с грейпфрутом. Хороший яркий аромат грейпфрута. Не химический. Очень мне нравятся эти средства. Потому что они хорошо промывают посуду. Делают ее чистой, хрустящей. И при этом вымываются с посуды. Не оставляют, нигде у нас не оставляются в желудке. И вот такой вот тональник. Это Reflame. Очень его люблю. Второй у меня закончился. Если будет Иришка смотреть. Мне, которая присылала его. Спасибо тебе огромное. Очень классно работает на лице. Скрывает все недостатки. Создает такое ровное покрытие. Не забивается никуда. Работает просто круто. Не знаю, сейчас он есть вообще или нет в каталогах. Но он мне очень-очень нравится. Так, а у нас сегодня вторник. Сегодня у меня на больничном. Один денечек. Поэтому я хотела с утра сделать вот такую вот масочку. Протестировать вместе с вами от Nivea. Приславляли они на тестирование. Это их новинка. Совершенный контуринг-уход для лица. С гиалуроновой кислотой и коллагеном. Вот поэтому протестировать вместе с вами. Сейчас я ее открою. Вот такая она ярко-голубого цвета. Она идет на подложке. То есть вот эта верхняя часть должна сниматься. Я так понимаю. Снимается. Лекала хорошая. Пахнет приятный. Такой парфюмированный аромат у нее. Да, все отверстия там, где нужно, сидят. И пропитана хорошо. Так, нам надо теперь это оставить на 10 минут. И за это время она должна восстановить контур лица и заполнить морщины. Ну, посмотрим, посмотрим. Так, ну что, время прошло. Уже минут 20, наверное, снимаем. Ну, липкость небольшая есть. Увлажнилась хорошо, напиталась. За счет гиалуронного кислоты. Ну, морщинки слегка, кстати, по-моему, разгладились под глазами. Ну, в принципе, хорошая масочка. Но я, наверное, сейчас по этой все-таки умоюсь. Ну, или пускай пока останется немножко это средство на лице. А потом, наверное, попозже я его мой. Но, в принципе, масочка мне понравилась. Лекало хорошее. Пахнет приятно, увлажняет. Так, что могу посмотреть. Так, следующее, это будут вещи для дочки. Значит, взяла на себе вот такую вот сумку под змеиную кожу. Стоила она 1220 рублей. Небольшого размера. Чтобы таскать ее с собой гулять. Чтобы здесь влазил чисто телефон. Какие-то там всякие расчески, что она с собой таскает. Значит, здесь идет замочек. Качество у сумки просто отличное. Надеюсь, что она его проносит подольше, чем другие сумки, которые я заказывала. Также шею. Вот там все ее хозяйство влазит. Расческа, жвачка и все такое. Значит, здесь идет отделение одно и маленькое. Вот, поэтому сумка сделана очень качественно. Здесь идут две кнопочки. Ремешок длинный, который регулируется по длине. Сзади никаких нету кармашков. Ну, и вот так вот она симпатично, мило смотрится. Для девочки, подростка, да и для взрослой, в принципе, я тоже не отказалась от такой милой, компактной черной сумочки. Ну, вот она ее нашла. На сайте ей она понравилась. В принципе, качеством мы остались довольны. Могу ее посоветовать. Вот такая вот симпатичная сумка. Следующее, что дочка себе заказала. Это был вот такой вот большущий, огромный просто шарф. На зиму под зимний пуховик. Он называется на сайте почему-то оборванный платок. Не знаю почему. И стоил он 657 рублей. Вот в таком вот клетчатом, в такой вот клетчатой расцветке. Он очень большой и он очень мягкий и приятный к телу. Здесь получается у нас стопроцентный акрил. Но качество действительно очень приятное. Он не колется, он мягкий. Он действительно приятный и очень-очень теплый. То есть, его можно одеть вот так, завернуться, а-ля бабушка. Но она будет его, конечно, вокруг шеи, как у подростков сейчас модно, вот так вот укутаться. Вот так вот и ходят. Они все. Ну, вы видели, наверное, сейчас подростки все так их носят. Именно вот такие вот большие, объемные, клетчатые шарфы. Ну, в общем, будем носить. Нам он понравился. И с огромным удовольствием будем его в этом сезоне использовать. Следующее, что мы взяли, это была блузка в школу для разнообразия. Так как в школу нам нужно что-то светленькое. Дочка заказала себе очередную блузочку. В этот раз это была вот такая вот офисного типа. Обычная белая блузочка с передними двумя тормашками. Вот так вот они выглядят. Единственное, что размер мы взяли ей S, и он ей слегка в груди немножко. То есть, пуговичка иногда расстегивается. А так, в принципе, качество у нее очень-очень приятно. Она немножко полупрозрачная, но не сильно, не критично светится. И здесь фишка, она завязывается на узелок. То есть, она будет идеально сочетаться, например, с джинсами даже, может быть, летом. Носить не обязательно в школу. Сзади здесь ничего нет. Стоила она 900 рублей. Очень качественная, приятная к телу. Отличная блузочка. Тоже могу ее посоветовать. Единственное, здесь, когда мы получили, торчали ниточки. Пришлось их подрезать. А так, в принципе, качество у нее очень хорошее. И, в принципе, везде все прострочено. Никаких косяков больше нет. Хорошая блузочка. Она понравилась. И последнее, что было в моем заказе, это была куртка парка. Я, вообще-то, хотела немножко другую, но на сайте не оказалось той, которую я хотела. Именно на зиму себе какую-нибудь новую куртку, потому что мой пуховик уже истрепался. Хотела что-то новое. Но, к сожалению, того не было. И я дала ссылочку на замену, если в случае не будет того. А на сайте Шин, к сожалению, не так много хороших пуховиков. В основном это легкие, тоненькие какие-то курточки. Ну, в общем, то, что не подходит нашей зиме. Это была одна из тех, которую я сдала на запас. И в итоге она оказалась очень короткой. То есть, это то, что любит, например, моя дочка. Но она сказала, не будет носить такую парку. А для меня она коротковата. Поэтому я еще не знаю, честно говоря, что с ней делать. Но сама по себе это очень красивого малинового цвета. Такая короткая куртка парка. Она снизу идет на веревке. То есть, ее можно как бы затянуть. Снизу поддувать не будет, но попа мерзнет. Вот, внутри здесь идет такой искусственный мех. Искусственная мишка, как говорится. Размер L у меня. Самый большой, насколько я помню. И размер мне идеально подошел. Сзади идет вот такой вот капюшончик. И мех. Мех мы долго отпаривали. Он был очень сильно скомкан. Тоже какой-то искусственный такой мишка. Непонятный. Ну, смотрится, мягко говоря, так себе. В принципе, носить можно. Но мне кажется, что эта куртка больше подошла бы для подростка. Я думаю, может быть, я ее кому-то отдам. Не знаю еще пока. Не решила, что с ней делать. Ну, может быть, что-то несколько раз поношу сама в качестве разнообразия. Пока у нас еще не так холодно. Вот здесь тут кармашки на кнопках. Так она очень качественно сделана. Стоила на 2 540 рублей. И ее есть три вида. Три цвета. Все-таки она идет черная. Вот такая красивая малиновая. И, по-моему, какая-то болотно-зеленого цвета. Вот такая вот куртка. А в принципе, она неплохая по качеству. Качество мне устроило. Если бы не вот этот мех. Или хотя бы если бы он отстегивался. Но он, к сожалению, здесь пришит плотно. И никуда его уже не денешь. Может быть, если бы он отстегивался, я его носила бы так. На такое не сильно холодное время. А с мехом уже как-то... Ну, не знаю. Короче, пока не решила, что с ней делать. В общем, посмотрите, как она смотрится на мне. И посоветуйте, что стоит мне носить. Или все-таки стоит ее кому-то отдать. Но попа будет, наверное, мерзнуть. Поэтому для меня такая вот короткая куртка не очень свойственна. Так скажем. Ну, вот такая вот. Вот такая вот интересная курточка. В общем, посмотрим еще, что с ней. Вот такой вот у меня был отличный заказ с сайта SHEIN. Все ссылочки будут, как обычно, под видео. Очень-очень рада всем, кто смотрел это видео. Кто досмотрел его до конца. Всем желаю солнышка за окном. Счастья в душе. Всего самого-самого хорошего. Всех люблю. Пока-пока.